ребят привет всем сегодняшнее видео я посвящу таксистам ну почему таксистом то есть как бы катаясь по городу обратил внимание очень много стоят машин шашечками я тоже себя решил попробовать в этом амплуа ну и как бы что нам для этого понадобится соответственно автомобиль как ни странно телефон ну и надо будет зарегистрироваться в одной из фильм такси название называть не буду потому что как бы это не коммерческое видео поэтому название я опущу что вообще как все это происходит то есть я сегодня приехал в офис меня зарегистрировали дали логин пароль фирма берет 10 процентов от заявки которую она тебе будет там предоставлять на телефон то есть мне пришлось там 200 рублей закинуть себе же на счет плюс 500 рублей я залил бензин так что дальше мне в конторе установили на телефон программу такси драйвер объяснили вкратце как что там куда нажимать кому отвечать там все телодвижения то есть там различные фильтры еще что то ну я думаю там в процессе может быть попробуем может нет но теперь мы заходим в телефон выбираем программу вот здесь видно начать смену нажимаем начать смену мы будем сейчас сейчас придет подтверждение и мы начнем работу по заявкам ребятки но время от 11 часов заявок еще нету ну знаете от единственное что то наверное может быть для меня муторно это посидеть и что-то ждать сидишь в ожидании что там тебе придет хорошая заявка часа была одна заявка вот соседний дом сделал запрос чтобы забрать но почему-то мне отказали я думаю так что в каждой конторе да есть какие-то свои машины до которые в первую очередь как бы даются хорошие заявки то есть соответственно понимаю что там не дадут там никакой аэропорт там еще что-то куда можно там допустим съездить туда-обратно и целый день балду пинать то есть уже как бы свой косарь в карман положить ну здесь совсем все по-другому как бы приходится вот так вот ждать когда тебе что-то по-русски говоря подгонят ну что сделаешь работа такая поэтому как бы не один ты сидишь себя так же люди себя тоже ждут потому что всем охота это копейку заработать принести домой ну нам тоже ничего не остается как сидеть и ждать но это все лучше чем лопатой махать но что-то уже сижу минут 30 заявки идут на мне почему-то ни одно не дают я наверное ну так логически по мыслю может быть поменять какое-то место дислокации переехать куда-то где более востребовано да люди берут такси от у нас здесь как бы рядышком есть больница до попробовать встать в больнице может быть там будет востребована такси дадут какую-то автозаявку попробуем переехать но посмотрим что с этого получится но сменили место нашей дислокации посмотрим насколько она будет успешно ну как обычно ждем заявки ребят но полтора часа уже сижу жду ни одной заявки уже если честно по заебался сидеть уже блять что-то спина начинает поднывать в этом кресле так выдано сейчас машина маленько прогуляюсь ну интересно почему от заявки приходят да допустим вот на то место где я нахожусь ну я нажимаю подтвердить них почему-то не дают ну я не знаю в чем проблема как бы видать ну есть кто-то покруче кому дают эти заявки но все равно будем ждать я в конце рабочего дня буду подводить итоги то есть вам расскажу все ну пока работаю ребят я не знаю конечно как сейчас таксисты да но раньше таксист был реально крутой чувак тоже ездили в таких кепках не значки были там такси кожаная куртка летческая у таксиста всегда можно было ночью купить водки в это были застойные времена когда водка продалась по талонам но у таксистов пару бутылок в багажнике всегда было они как бы банчили этой водочкой сигареты ну короче все было весь дефицит короче можно было купить вообще через таксистов включая там и шмотки и выпивку и все также таксист обладал вообще всей информацией что творится в городе где-то можно картишки перекинулся не можно там побухать где там куда путану снять все это таксисты как вы знали были у них такси парки то есть тоже там были с этом бригадой которые там у каждого там места какие-то до свои модные были короче и по тем временам они довольно таки неплохо зарабатывали то есть помимо того что у них от были счетчики да если вы там смотрели фильмы когда включаешь она там начиналась с 20 копеек и попер 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 у меня просто есть друзья которые раньше в такси работали ну и поверьте жили довольно таки безбедно никогда не жаловались на работу то есть были у них под жопой государственные машины волги до которые обслуживались такси парках поэтому как бы люди короче работали им нравится сейчас ну я от не знают уже около двух часов сижу смотрел информацию до клиентах таксистов которые сейчас находятся на смене ну как сказать таксистов оказывается в городе как грана за бане как один мой знакомый ну а заказов пока что-то не очень много ну все равно раз сегодня мы решили посвятить видео такси поэтому мы мы будем до того уже посмотрим что с этого получится я думаю вам тоже будет интересно стоит ли работать такси или нет поэтому смотрите не переключайтесь ребятки но спустя практически два часа мне попала первая заявка сейчас связь с клиентом алё алё здравствуйте а вы где в двадцатой больнице находитесь где 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 а ну да 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 а там какой подъезд у вас на все я туда на месте так ну чё новая 16 сейчас наберем по навигатору хорошая вещь такая ну все ребятки с богом поехали как всегда я в такси как всегда я спешу не люблю тормозить я спешу как дешево светофор короче ждем клиента будешь так что это второй подъезд ребят ну как бы отработал первую заявку там чё принципе протяженность где-то километров шесть за все это заплатили 115 рублей ну с этих денег надо считать 10 процентов отдать такси фирме но остальное соответственно забираешь себе ну мы сейчас на новом месте ожидаем следующую заявку время сейчас без 10 час в принципе за два с половиной часа 100 рублей ну смешно ну пускай будет все равно сегодня мы тестируем целый день как работают таксисты поэтому в конце будем подводить итоги ребят но вот встретил тоже людей стоят на машине шашечками представьтесь как вас зовут сергей сергей а вас не таксует ну вот сергей как бы я попросил ну вернее сергей попросил чтоб я не снимал его лицо сергей расскажите пожалуйста вообще как вот давно работаете в такси уже 20 лет 20 лет то есть наверно вы еще такси парк до застали когда волги были я после когда автобусный парк стала распадаться я ушел и стал заниматься ну частным извозом по русски говоря хорошо вот можно такую как бы разницу до пояснить вот смотрите есть такое понятие работа с поребрика да и работа в такси фирме то есть вот на ваше мнение как опытного таксиста где выгоднее или лучше работать понимаете где выгодно лучше работать если у кого-то дети в школу ходят их кормить надо они готовы на хозяйской машине сутками сидеть и под 50 рублей везде возить потому что у них безвыходное положение а на своей машине это не выгодно потому что она ломается хозяинке не будет покупать резину и заправлять и ремонтировать ну то есть получается все это таксование просто от безысходности до что какие-то там наличные деньги до бывают там ну тупо на хлеб с молоком там это хватит то есть ели 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 да то же все равно как бы вы целый день проводите в машине хочется и покушать и сигарет там да вот это все взять ну это раньше с колыма можно было и кредит и квартплату платить и стоянку и чё-то в кармане а как раз и колым это откуда они берутся колым эти ну я меду частным извозом а вот то есть это как дополнительная подработка да нет ну основная я нигде не работают я на инвалидности а сейчас жена вот получает пенсию и идет все платит потому что с этого стаксования это даже на паек не хватает не говоря о лекарствах или еще чё-то ясно ну короче вот пообщавшись с нашими касать коллегами по такси ну вот первый вывод что ну не не выгодно работать такси люди работают про не более как говорят сейчас опять начнет налоговое зажимать вот эти вот все придется и пыбра лицензии то что это вообще не выгодно это у меня уже товарищи два раза брали и второй раз ходили закрывали вот так вот хорошо вот еще один такой вопрос я здесь сегодня буквально ездил с переулка медицинского до торговый центр планета красну до планета планеты ездил до сколько бы вы попросили за этот маршрут вот с медицинского до допустим до планеты ну не меньше чем рублей 300 350 а на хозяйской машине рублей за 150 уедет ну не за 150 ну 170 я короче за этот маршрут получил 220 рублей я вам скажу так ни один нормальный таксист на своей машине такое расстояние бы не поехал это примерно 18 пускай километров но стоять в пробках и башь по-русски я свою машину ты бы нахер не усрался а здесь когда ты уже привязан к таксофирме то есть конечно можно отказаться один два три раза но потом тебе как бы уже заявки такие давать не будут тебя просто передвинут с третьего места на десятое да то есть очередность твою ну все огромное сейчас допустим вот это таксование что вот эти загребешки говорят будут наказывать они можно сказать они не нужны потому что за моих 20 лет у меня столько клиентов в телефоне ну уже тупо своих которые звонят вы подъезжаете увозите ну вообще это неблагородное дело неблагодарное но все равно даже вот устает спина вот так вот да целый день сидеть это блять и желудок портишь все ну а хорошо альтернатива чтобы вы выбрали вот таксовать или пойти тупо на завод работать если здоровый да знаете у меня товарищи сколько которые по 30 лет с толеварами проработали септишмаш развалился и он сейчас на дороге если бы работали у нас заводы септишмаш тот же пускай кроссмаш сипсталь такой завод этих таксистов бы вообще бы уменьшилось и видать не было ну да то сейчас их как некуда идти некуда люди раньше за год по пять тысяч наезжали а сейчас в месяц по десять наезжали понятно ну ребят мы вердикт послушали то есть это опытные таксисты с большим стажем поэтому огромное вам спасибо спасибо что как сказать дали интервью ну а все мы пойдем дальше дальше работать стараться посмотрим что у нас получится ребят сижу на телефоне сейчас читаю заявки ну видать уже народ вообще там прихуел написано гаражи там возле деса таксистов привести пять бутылок абаканского пива две пачки чипсов и какой нибудь рыбки я хуй знает какие там есть такие балуты таксисты которые блять в гаражи бухло блять с закуской возят я короче в шоке блять вообще работа веселит блять здесь уже стою наверное сколько не соврать ну минут сорок да наверное заявки нету ну как бы еще дохуя таксистов здесь с гребнями да стоят ну все равно раз подписались будем как бы сказать выполнять свои обязанности поэтому смотрите не переключайтесь мне опять стрельнуло мне дали заявочку вот заявка Кутузова городская больница номер 4 и Петра Подзолкова 3 кардиоцентр ну найдем где это сейчас посмотрим по навигатору да поедем вот ребятки еще одну наебалово да от конторы довез клиента у него короче он рассчитается рассчитался безналом как-то там списать со счета и мне эти деньги просто переслали ну как бы на баланс фирмы да то есть мне их наличка никто не давал просто они у меня на счету с которого я снять как бы ну не могу то есть мне это по-русски говорят как бы нахуй не надо что там блять будете сами себя на счет перечислять я буду кататься бенжей что ли ну короче ебань полнейшая ну я говорю сегодня ладно сегодня день посвящаем таксистам поэтому будем как-то крепиться ребятки после зимы вот такие вот дороги я хуй знает как вот ездят здесь блять и вообще когда-то их ремонтируют или нет ну как говорят подснежники там или как-то их называют эти ямы блять короче пиздос вот так вот просто тупо едешь и хуяришь свою подвеску блять поэтому он блять я начал разочаровываться помаленьку ну что поделать жизнь такая ребят ну вот время уже три часа уже что то как бы желудок подсасывает жрать охота кто напишет в комментариях блять не мешало бы там похудеть мог бы не жрать пошли нахуй сами не жрите блять а я хочу жрать и буду короче сейчас покажу одно место где у нас в красноярске ну харчуются большинство таксистов то есть там и вкусно и как бы относительно недорого ну вот это ребята место да вот здесь ларьки кичин очень вкусная вещь вот таксисты как я вам говорил все покушают и попрут дальше работать ну а мы сейчас тоже перекусим потому что нам еще тоже работать поэтому сейчас посмотрим что такое у нас есть а хичин сколько стоит хичин сколько стоит 100 рублей да да ну все дайте один это для меня да ребята сейчас покажу что такое хичин на взлетке ну вот ребята знаменитый хичин на взлетке так вот он выглядит вполне аппетитно вкусно ну короче будем кушать и попрем бомбить дальше ребятки ну вот мне еще подогнали одну заявочку тоже в нашу сторону поеду поэтому поехали за клиентом так ребятки ну как бы за за шесть часов работы четыре заявки это брать что-то вообще считаю очень мало ну все равно хотя бы так сейчас время шестой час я думаю через час часик полтора мы закончим смену да в принципе там будет тоже самое все восемь восемь рабочих часов и уже будем подводить итоги хотел пообщаться с клиентами которых я перевозил ну как бы там кто с детьми кто вообще как бы люди не хотят говорить что-то на камеру поэтому ну наверно у них не получится ничего поспрашивать поэтому как-то как-то так вот так ребятки у нас заставляет инвалидов работать потом приезжают у них деньги отнимают да 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 вы часто вообще видите вот такие ситуации вижу вижу то есть ужас конечно там вот автобусная остановка у нас на галерее сейчас сделали где аптеки ага и вот там тоже два таких амбала подходят к нему там шутят тыры-пыры отошли а он сидит ждет когда его на бросает понятно вот такой беспредел с инвалидами ребятки короче за добросовестный труд и хорошее поведение меня решили угостить булочкой спасибо большое дай бог вам здоровья ну а мы будем пробовать вкусные пахнут ванилином ребятки ну вот закончил я сегодняшнюю смену в такси время у нас половина восьмого ну наверное сейчас пойду в светлое место чтоб не в машине подведу итоги и вам о них поведаю ну давайте ребят подытожим короче сегодняшнюю нашу работу как я говорил уже сегодня на работе я провел 9 часов если если считать что в начале рабочего дня я вкинул 200 рублей на счет фирмы и на 500 я залил бензину да получилось 700 рублей за сегодняшнюю смену я заработал 820 рублей если отнять от них вот эти 700 рублей получается 120 и плюс я на сотку покушал короче получилось так что я за сегодня не заработал ничего но я 9 часов провел за рулем автомобиля но если считать маленько по другому то давайте будем считать так короче 820 рублей у меня наличкой в кармане и из них надо просто отнять 220 рублей которые я израсходил на 60 литров ой на 60 километров то есть тупо 6 литров бензина то есть у нас получается ну 600 рублей остается ну минус хавчик соответственно 500 рублей ну теперь давайте как бы так сравним да 500 рублей за 9 часов работы смотрите мало того что ну давайте не так начнем на раз плюсов и минусов плюс в этой работе один из самых первых что ты сам себе хозяин второй плюс что у тебя каждый день есть наличка в кармане остальное можно отнести только к минусам это во первых что касается фирмы сумма заказов которые они дают ну то есть допустим там ну я приведу пример кто знает в красноярске живет от медицинского переулка до торгового центра планета это где-то 18 километров фирма дает на это 220 рублей то есть ни один таксист за эти деньги не поедет он минимум возьмет 4 сотки тогда он только тронется с места ну это первое во вторых если человек приходит ну типа как я подработать в такси во первых он не получает никаких как бы шоколадных заявок я имею ввиду шоколадные заявки в том плане что у нас самая крутая заявка это считается аэропорт то есть в аэропорт доехать стоит по заявке такси 670 рублей но таксисты которые работают от аэропорта до города меньше косарь 200 они не трогаются с места ну не столь важно потом какие еще минусы что ты тупо хуяришь свою машину если даже будешь зарабатывать 500 рублей в день и у тебя не дай бог на машине что-то сломается ты за 500 рублей в день но если еще в одну харю жить как бы можно откладывать на какой-то ремонт на амортизацию еще что-то но если у тебя есть семья то есть поверьте это ты последний хуй без соли будешь заедать работая в этом такси мало того что тебя нету целый день дома ты хуяришь за этой баранкой так еще блять у тебя ты подвергаешься риску что у тебя может сломаться машина не дай бог там тебя въебут ты въебешься ну не столь важно то есть ты останешься без машины это самое хуевое ну как я уже говорил во-первых во вторых там вернее не в первых и не в вторых короче ты никогда не получишь заявку хорошую то есть ты будешь мотаться по городу там по 100 по 200 рублей ну соответственно убивая свое время если касаясь сравнить работу в такси которые работают на фирму и которые работают сами на себя с поребрика ребята я вам скажу честно что с поребрика работать намного выгоднее почему ну допустим такой вариант что у нас от дк 1 мая там до предмостной 12 километров то есть фирма бы за эти 12 километров попросила бы ну на 11 умножить где-то блять там 130 с чем-то рублей у нас такси ни один таксист ни один таксист без 350 рублей до предмостной хуй поедет просто хуй поедет вот и считайте если я за 9 за 9 часов накатал 820 рублей минус я убил 220 рублей на бензин да у меня 600 рублей получилось за 9 часов то есть он тупо съездит до предмостной и обратно пускай он там от силы убьет 2 часа да ну в поисках клиента но он все равно остается в шоколаде во первых он не ждет бензин он не хуярит свою так машину ну и в третьих он получает такие же деньги что я получил за 9 часов ну у кого вообще как бы нет так сказать уже безысходная ситуация да что человеку хочется и подработать еще что то ну ребята во первых я вам скажу так работая в такси в этом надо иметь машину сто процентов иномарку желательно объемом двигателя не больше двух литров чтоб она ну десятку хотя бы жрала у вас потому что если будет жрать больше у вас выхлопа вообще не будет просто не будет ну и ну наверное плюс только в этом ну и телефон там чтобы принимать заявки да как его использовать как навигатор потому что сейчас очень много новых улиц появилось новых застроек и как бы ну уже город так хорошо не знаешь как раньше там три улицы четыре переулка поэтому если подойти ну короче уже завершению нашей всей беседы да я вам скажу так не хуй в этом такси делать просто не хуй я работал когда на заводе я за час за восемь часов получал восемьдесят шесть рублей но это я получал без премии просто тариф был восемьдесят рублей ой восемьдесят шесть рублей в час я получал поэтому здесь как бы ну может быть примерно то же самое да ну если ты на заводе там где-то пошел пожрал ну в принципе здесь то же самое можно и пожрать можно и колымнуть на заводе ты не колымнешь короче я не буду сравнивать ни с чем там ни с заводами ни с пароходами просто ребята ну посмотря это видео да я думаю вы для себя сделаете какие-то выводы то есть исходя из тех цифр что я вам назвал ну а для себя я скажу так что я не хочу работать в этом такси потому что это ну просто жалко и время свое и жалко убивать свою машину я говорю я бы конечно там остался работать если бы хотя бы ценник который предлагает фирма был умножен на два тогда какой-то смысл заработать что-то есть на данном этапе которые цены предлагает такси фирма там работать вообще просто ну нецелесообразно ты просто что вкладываешь то и проедаешь заработка у тебя как такового нет поэтому ребята на сегодня все спасибо большое спасибо большое что смотрите меня я рад всегда радовать вас новыми видосами поэтому пока и до новых встреч по площадям и переулочкам москвы как мы с тобой неразлучны москвы